Поговорим о линии фронта. Что же там сейчас происходит? Есть как хорошие новости, так и плохие. Депститут сообщает о выравнивании линии фронта у Тернов, где Россия продолжает попытки захватить населенный пункт. Вот что они пишут. Бойцы подразделения Небесная Яра, 67 МБР, публикуют кадры уничтожения живой силы и техники в районе Новосадового. Россияне пытаются сохранить интенсивность штурмовых действий, чтобы в кратчайшие сроки захватить Терны. Но благодаря выравниванию полосы раньше удается не растягивать оборонительные порядки и уничтожать врага на подходе. Про ситуацию в Тернах пишет и украинский военный Станислав Бунятов. Терны держатся, россияне давят, пытаются пролезать малыми группами, но благодаря нашим пехотинцам, которые наносят им тяжелые потери, имеют незначительные продвижения. Также давят в направлении Торского, имеют продвижение в несколько позиций. Россияне эффективно применяют ФПВ на оптике, имеется ввиду на оптоволоконном кабеле. Также есть хорошие новости из Капанки. Дипстейд сообщает о том, что 3-я механизированная рота 2-й МБ, 3-й УШБР зачистила Капанки от, как они пишут, уродов. Недавно мы делали публикацию, пишут исследователи, где россияне пролезли в село Капанки возле Первомайского и вывесили свою тряпку. Враг давит там, потому что это стык полос двух подразделений. Бойцы 3-й роты 2-го механизированного батальона благодаря слаженным и профессиональным действиям осуществили зачистку населенного пункта и взяли в плен 7 уродов из 1-й танковой армии России. На фотографии допрос проводит лично комбат ВАР. Но есть, к сожалению, и негативные новости с некоторых направлений. Россияне на лодках совершили высадку через Оскол южнее Новомлинска, пишет Дипстейд. Сегодня враг совершил довольно неожиданную операцию, писали они вчера, на лодках из двухлетнего переплыли Оскол и закрепились на западном берегу. Это не просто преодоление водного препятствия, ради фото пишут они, ведь противник занял позиции одной из наших бригад. Надеемся, россиян выкурят и ЛБЗ вернется на место ЛБС, линии боевого соприкосновения. Такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня, поэтому напоминаем жителям Дворичанской и Кубинской общин об эвакуации. Об общей ситуации на фронте пишет украинский военный, который ведет телеграм-канал под ником «Офицер». Россияне пытаются щупать нашу оборону повсюду. Недавно на северском направлении пацаны отразили штурм из 12 единиц техники. Враг давно перешел от тактики заброса мяса, потому что максимально быстрых и мобильных штурмов, чтобы через дыры в нашей обороне залететь как можно дальше закрепиться на рубежах. Честно говоря, враг понимает и пытается пользоваться тем, что у нас нехватка пехоты на определенных участках, и с этим нужно что-то делать. Как бы дроны реально не тащили это все, как бы ракеты далеко не летали, без пехоты это не имеет смысла. О том, как выглядят эти прорывы и их попытки, пишет украинский военный Станислав Бунятов, удивляясь, как вообще российские солдаты на это соглашаются. Все чаще, пишет он, вижу, российские безнадежные штурманы в жигулях, мотоциклах с колясками, таврии, буханках и так далее. Все, на чем крутятся колеса, едет в одну сторону. Я реально не понимаю, как солдаты соглашаются садиться в эти корыта с вероятностью 99% до сдохнуть, даже не захватив позицию. Я на войне почти три года, но никогда не пойму, за что и почему, пишет он. Что касается ситуации в Курахово, это одно из самых жестких направлений, одно из самых критических для украинской армии прямо сейчас. Ситуацию на нем прямо сейчас описывает Константин Мушавец. Вот что он пишет в своем телеграм-канале «Звездец Монгусту». Там много, но мне кажется, это довольно важно, потому что это дает представление детальное о том, что сейчас происходит и о том, что может быть в самое ближайшее время. За это традиционное спасибо украинскому военному аналитику Константину Мушавцу. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Звездец Монгусту». Он, правда, классный. И там обзоры очень комплексные, которые детально рассказывают не только про то, что происходит, но и какие военные, где находится, каков состав тех или иных подразделений. Это безумно ценно. Сегодня немного отложим серию о планах на зиму и попытаемся разобраться, что происходит на Кураховском направлении, потому что на сегодняшний день это, по сути, эпицентр войны, пишет он. Первое. Сначала, как обычно, несколько общих замечаний. Очевидно, командование войск противника, оперирующих на этом направлении, пытается сажириализовать свой замысел по охвату украинских войск в районе Курахово с флангов. Однако также очевидно, что в полосе вражеского УВ «Восток» по направлению на Великую Новоселку, или, как его еще называют, Времевское направление, также происходят события, которые особенно приятными для ВСУ не назовешь. И хотя, скажем так, усилия противника по охвату флангов нашей тактической группировки войск непосредственно в районе Курахово, судя по всему, еду, скажем так, не совсем по сценарию, то на смежных участках противник, очевидно, смог создать целый ряд новых угроз. Теперь подробнее. Передовые подразделения 90-й танковой дивизии и 51-й общевойсковой армии противника и состава группировки войск «Центр», судя по всему, завершают вытеснение украинских войск с северного берега Кураховского водохранилища. После того, как действующие с востока подразделения 5-й и 110-й отдельных подстрелковых бригад по всей вероятности поддержанных подразделения и уже 114-й МСБР заняли село Берестки и прорвались в районе села Вознесенка на южный берег реки Солененькой, вопроса удержания, по крайней мере, какой-то части северного берега Кураховского водохранилища подразделениями ВСУ, по-видимому, уже не стоит. Ситуация на этом участке могла бы быть еще более негативной, но о своевременной локальной контратаке ВСУ в районе села Солнцевка с определенным результатом дали шансы на то, что, несмотря на постепенный уход украинских подразделений с северного берега водохранилища, оборона, собственно, села Курахова будет для ВСУ более результативной. По крайней мере, противнику, который силами 20-й мотострелковой дивизии состава группировки войск Юг, а также той же 51-й ОВА, наступает на Курахово с востока и юга, страны Максимилияновки и через село Дальнее, и которая уже ведет бои за восточную часть поселка, будет труднее полностью вытеснить украинские войска и с южного берега Кураховского водохранилища, или, скажем так, это случится не так быстро, как в свое время случилось в районе села Цукурина и Горняка. Ключевым фактором, который, по сути, встряхнулся в систему обороны ВСУ, как непосредственно в районе Курахова, так и южнее, где действуют силы и средства из состава группировки войск Восток, противника стал, как я понимаю, неожиданный для украинского командования тактический прорыв противника в районе села Дальнее, как это раньше случилось в северне Курахова, когда противник прорвался в село Цукурина. Выход передовых подразделений 20 МСД противника в село Дальнее, за стороны села Победа, по сути, сразу и очень резко, а главное, одновременно усложнил украинским войскам оборону, как по реке Сухие Ялы, которую они пытались организовать против наступающего правого фланга группировки войск Восток, да и, собственно, в районе самого Курахова. По сути, благодаря этому ВСУ были вынуждены обращать оборону перед фронтом 39 МСБР противника, а также передовыми подразделениями 150 МСД, чтобы не попасть в очевидное оцепление в районе Елизаветовки и Екатериновки. В результате этого противник начал стремительно продвигаться вдоль обоих берегов реки Сухие Ялы в общем северо-западном направлении и занял Екатериновку, Елизаветовку, Ильинку и, судя по всему, Романовку также. Однако даже несмотря на уход наших передовых подразделений из вышеуказанных населенных пунктов, угроза обороняющимся на этом участке флангом формирований ВСУ сохраняется. Группировка войск Восток и 37 МСБР, которая, очевидно, усилена отдельными подразделениями 40-й отдельной бригады морской пехоты, пытается прорваться с юга по направлению Трудовой Успеновка и выйти в село Константинопольское, по сути, ускоряющее сворачивание обороны ВСУ по реке Сухие Ялы. Однако развитие событий в юго-восточном углу фронта этим не исчерпывается. Насколько я понимаю, в ближайшее время, пишет Машавец, резко активизируются и главные силы всего группировки войск Восток. В течение нескольких крайних суток силами и средствами противника из состава войск правого фланга группировки войск Восток по сути удалось кардинальным образом изменить всю оперативно-таксическую обстановку в районе ключевого пункта обороны ВСУ на временском направлении село Великая Новоселка, а также создать вполне реальную угрозу обороне ВСУ на всем отрезке от Курахова до Великой Новоселки. Дело вот в чем. Противник силами своих 29-й и 36-й ОВА, усиленных, очевидно, 40-й и 336-й отдельными бригадами морской пехоты, сумел прорваться сразу по нескольким тактическим направлениям, в частности, Шахтерская Раздольная, Золотая Нива, Большая Новоселка. Кроме этого, очевидно, противник намерен продвинуться по направлению Шахтерская Великая Новоселка и Ясная Поляна Разлив. В первом случае, чтобы усилить давление с левого фланга на тактическую группу войск ВСУ, которая обороняется в районе села Великая Новоселка и Времевка. Во втором, содействовать войскам 51-й и 8-й ОВА противника, наступающих на Курахово с Востока и Юга. Я уже писал, кричит Машавец, что, скорее всего, командование противника намерено решить проблему Курахова самым кардинальным образом – прорывом своих ударных группировок в районе поселков Андреевка и Константинополь, то есть добиться весомого оперативно-тактического результата. Однако это вовсе не отменяет того, что попутно оно не может решить целую серию тактических задач, как то в полосе группировки войск Восток пытается вернуть оборону ВСУ, ежнее села Великое Новоселка, по сути, отбить все, что ВСУ удалось освободить в ходе своего наступления в 2023 году. И это вполне вероятный вариант, если дело включится по-серьезному, большая часть пятой ОВА противника с юга – это основная армия всей группировки войск Восток, читай, Восточного военного округа, в которой, кстати, уже удалось отбить равнополе и продвинуться до Новодаровки. Третье. Ну и в заключение несколько оценок. Понимаю, что они будут неутешительными, некоторые, очевидно, очень не понравятся, но превращаться в страуса именно сейчас, очевидно, не стоит. Ситуация на Кураховском и Временском направлении постепенно становится критической. Да, противнику не все удается, как он хочет. Например, окружить и разгромить наши подразделения к северу от Кураховского водохранилища ему, очевидно, не удастся. Так же, как он это пытается сейчас сделать в районе Успеновки. Но, в общем смысле, имея весомые преимущества в силах и средствах на этих направлениях, он, скорее всего, добьется поставленных перед собой целей. Проблема заключается не в том, что противник применяет какие-то особые и гениальные методы и приемы организации в ведении боевых действий. Они почти все понятны и читаемы. А на лицо у него целого ряда преимуществ, которыми он научился достаточно эффективно пользоваться, начиная с численного, заканчивая воздушным. В сочетании с проблемой уровня боеспособности ВСУ по целому ряду причин от кривого мобилизационного развертывания до банальной нехватки ВВТ и боеприпасов, это и приводит к тем результатам, которые мы наблюдаем сейчас на Кураховском и начинаем наблюдать на временском направлениях. И, собственно, на этом Константин Мушевец заканчивает свой анализ. Я думаю, из него достаточно понятно, что происходит с Кураховым. Представить, что Курахово в ближайшие недели останется за ВСУ, мне лично довольно проблематично. Хочется верить, что за Курахово будут выстроены необходимые укрепления, что они выстроены уже сейчас, что будут изменены принципы, по которым ведется командование украинской армии, по крайней мере, на донецком направлении. У них неоднократно высказывались всевозможные украинские военные, требуя реформ, и говорят, что в нынешнем состоянии украинская армия, к сожалению, будет терять населенные пункты и наносить российским войскам не настолько высокие цифры потерь, как могла бы. И сейчас цифры потерь россиян очень высокие. То есть, вот это все продвижение, оно дается не... Это не успешное продвижение, когда вы такие, все, мы продвигаемся, значит, без потерь, продолжаем топить, давить и так далее. Нет. Это продвижение, которое дается настолько гигантской кровью, которую российская армия еще даже не встречала в этой войне. Рекордные потери и людей, и техники. Однако, действительно, Украина может сопротивляться еще лучше, может наносить еще больше потерь для того, чтобы довести их до критической точки, когда Россия уже не сможет наступать. Задача России сейчас максимально улучшить свои позиции до января, до вступления Трампа в должность. Там дальше, опять же, ворох непредсказуемости. Я даже не буду туда лезть, потому что, ну, кто только что не пишет. Самые разные варианты, при которых Трамп целиком сдаст Украину, при которых, наоборот, целиком начнет помогать Украине. Не знаю, мне сложно представить, что война закончится в январе. Ну, как минимум, заморозится. Да, мне сложно это представить. Я пока не вижу к этому никаких тенденций. Однако, если этот сценарий Владимир Путин рассматривает как приоритетный, то, конечно, он до января, вот прям до 20 января, будет херачить каждый божий день. Ну, то есть, ставить все на это, да. Проведут ли мобилизацию? Не знаю. Сейчас конец ноября. Даже если резко начать мобилизовывать, то сложно себе представить, что удастся довольно эффективно это делать. Вот, поэтому, наверное, скорее нет. Хотя, конечно, слова Пескова о том, что мобилизации точно не планируется, очень напоминают его слова, которые были сказаны буквально за месяц до мобилизации в России, когда он тоже говорил, что точно не планируется. Буквально через месяц Путин вышел и сказал, а теперь, дорогие друзья, о мобилизации. Ну, и напоследок, немножко про то, как похорошила жизнь при Путине. В Шебеке на Белгородской области жилые многоэтажки начали обтягивать антидроновой сеткой. В рамках эксперимента такими сетками обтянут 10 жилых домов, заявил губернатор Вячеслав Гладков. «Материал выбрали нестандартный, подходящий для этих целей. Один из подрядчиков берет на себя обязательство затянуть такой сеткой 10 домов. Посмотрим, как она покажет себя, а потом будем принимать решение», — сказал он. Гладков отмечал, что такая мера не будет долговечной, так как зимой сетка забивается снегом и может порваться под его тяжестью. Срок их жизни составит 3-4 дня, поэтому ни по затратам, ни по исполнению это невыгодно, — добавил он. Хочется спросить, а нахера тогда? Да. Но, тем не менее, это вообще поразительно и до сих пор для меня является какой-то загадкой большой, почему Шебекино до сих пор не расселено. Потому что, ну, это просто населенный пункт, который, я не знаю, который постоянно под обстрелами, ввиду того, что в Белгородской области очень много военных объектов, по которым Украина бьет и будет продолжать бить, имеет на это полное право. Потому что именно военные объекты в Белгородской области обеспечивают удары по Украине. Закончить это все и антидроновые сетки, и обстрелы, и все на свете можно буквально за день просто выйти с территории Украины. Но, к сожалению, этого не происходит и, видимо, в ближайшее время в планы Путина не входят. Продолжение следует...